В концертном зале УНИКС Казанского университета состоялось торжественное открытие седьмого международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021. Будут обсуждаться вопросы, как прошли ряд стран пандемию, системы образования имеются в виду, да, и какие это имеет последствия для качества подготовки специалистов. Вредят ли нам обезболивающие препараты? Ученые Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Мы, в нашем случае, мы разработали мини-возимый подход, который связан с регистрацией, видеорегистрацией активности с поверхности коры головного мозга. Что скрывается на дне озера Сабакты, расскажут исследования Казанского университета. Полученные результаты позволяют провести периодизацию климатических изменений на Южном Урале за последние тысячелетия. Всем привет! В эфире универ-ньюса, студия Карина Саяхова. Торжественная церемония открытия седьмого международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021 состоялась в концертном зале КСК КФУ «Уникс». Подробности с места событий смотрите далее. Особенностью проведения форума в этом году является смешанный или по-другому гибридный формат. Часть участников присутствует очно в Казанском университете, и более тысячи человек участвуют дистанционно. В этом году форум посвящен новым вызовам современного мира в педагогическом образовании. Об этом рассказывает ректор Казанского университета Ильшат Гафоров. Будут обсуждаться вопросы, как прошли ряд стран пандемию, системы образования имеются в виду, и какие это имеет последствия для качества подготовки специалистов, как на уровне школьного образования, так и в высшей школе. Актуальность выбранной тематики подчеркнул и первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Во-первых, это стремительно меняющееся содержание образования, которое сегодня не может оставаться на месте, и за которым мы должны, так сказать, успевать, система должна успевать. А во-вторых, это новые технологии, которые входят в жизнь постоянно. Ну вот уже уголенавшаяся цифровизация образования, цифровые технологии, собственно, в подготовке педагогических кадров. На торжественное открытие форума также были приглашены такие почетные гости, как первый проректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Владимир Лаптев, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец и директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елена Казакова. Мы будем обсуждать и проблему, как нам не попасть в ловушку нового неравенства, потому что самые неустойчивые экономики развиваются там, где очень большое неравенство в системе образования. Цифровое неравенство – это такая же опасность, и нам нужен новый профессионализм. Тот, кто умеет с ребенком в этом цифровом мире не потеряться. То, что проводится в Казани, это не события отдельной республики, не события города, это события всей страны. Я приехал из Санкт-Петербурга и считаю, что вопросы, которые будут ставиться на вот этом форуме, они определят будущее нашей страны. С поздравлениями по случаю открытия форума в онлайн-формате выступили и иностранные участники форума, среди которых президент Всемирной ассоциации исследований в области образования Мастафа Юнасер Яман, профессор Техасского университета, президент Международной исследовательской ассоциации по педагогическому образованию Шерил Крейг и другие. В завершение приветственных слов от участников ректор Ильшат Гафуров объявил форумы в Т-2021 открыто. Далее последовало пленарное заседание форума, на котором с докладом выступил Ильшат Гафуров. В своем выступлении он рассказал об исследовательских университетах в сфере педагогического образования в России, инфраструктуре образования в Казанском университете, а также поделился научными исследованиями и достижениями вуза. Впереди участников форума ожидает множество секций, панельных дискуссий и заседаний. Форум завершится 28 мая. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Президент Республики Рустам Мениханов присвоил двум сотрудникам Казанского университета звание заслуженной деятель науки Республики Татарстан. Награждение состоялось на мероприятии в Нижнекамске, посвященном Дню химика. Также были отмечены заслуги других сотрудников университета. В рамках 16-й Международной научно-практической конференции «Державенские чтения» на площадке Казанского университета состоялось заседание круглого стола на тему «Новая модель государственной регламентации образовательной деятельности». В заседании приняли участие министры образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Для участников Международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021 состоялась ознакомительная поездка по общеобразовательным учреждениям Казанского университета. Гости посетили лицей имени Николая Лобачевского и сад для детей с особенностями развитиями, открытие которого планируется на начало нового учебного года. Завершающим этапом поездки стал IT-лицей Казанского университета. «Впечатления, конечно, самые прекрасные. Всегда эти встречи очень содержательные, всегда есть какая-то новая информация, вдохновляющая информация и, конечно же, профессиональная информация, важная для дальнейшей деятельности». Сотрудники научно-исследовательской лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Результаты исследования в следующем сюжете. Анестетики или по-другому обезболивающие средства из этических соображений часто используются при экспериментах на животных в лабораториях. Для того, чтобы они не испытывали стресс или боль, это может усложнить эксперимент. Однако анестетики могут повлиять и на его результат. В рамках исследования были изучены действия газообразного анестетика изофлурана и инъекционного уретана. Эти анестетики широко используются в лабораторных исследованиях, в частности нейробиологических. «Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, нами была собрана установка, то есть сюда помещался грызун, и его подсвечивали тремя длинными волн – зеленым, красным и инфракрасным. И с помощью данного метода мы можем детектировать участки в мозге, которые являются активными». Важно, что благодаря разработанному учеными малоинвазивному, то есть малотравматичному подходу, активность в головном мозге грызуна удалось наблюдать без вскрытия черепа. «Мы, в нашем случае, мы разработали мини-инвазивный подход, который связан с регистрацией, видеорегистрацией активности с поверхности коры головного мозга. То есть нам не нужно вскрывать череп, нам не нужно делать какие-то отверстия, чтобы вставлять электроды, и нам не нужны электроды совсем. То есть мы, наблюдая на расстоянии 20 сантиметров над поверхностью головного мозга, мы можем сказать, какая активность там происходит и где она происходит». В результате исследования выяснилось, что два анестетика по-разному влияют на взрослых и детей. Также стало известно, что уритан, несмотря на его сложное использование, оказывает меньшее влияние на мозг, чем изофлоран. Отметим, что результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. А сама работа поддержана грантом Российского научного фонда. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. В Казани состоялся финал 11-го международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта. Обладательницей титула «Мисс Жемчужина мира-2021» стала студенткой Института международных отношений Казанского университета Анаэд Хачатурян. Звания 1-й и 2-й вице-мист также заняли студентки Казанского федерального университета. В Казанском университете исследуют магнитные свойства донных отложений озера Сабакты. Все подробности в сюжете. Озера – уникальные природные объекты. Они представляют большой интерес для научных исследований крупнейших пузов. Казанский университет не стал исключением. Одно из исследований было представлено аспирантом Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета Анастасии Юсуповой на 28-й международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-ломоносов. Юсупова назвала предварительные данные по магнитным свойствам донных отложений озера Сабакты в Ашкортостане. Всего было изучено более 450 образцов, которые позволили провести поликлиматическую реконструкцию на территории Южного Урала. Полученные результаты позволяют провести периодизацию климатических изменений на Южном Урале за последние тысячелетия. Также нами на Южном Урале подобные исследования проводятся не в первый раз. Подобные исследования на озере Сабакты были проведены впервые. Изучение магнитных свойств позволяет определить наличие магнитных минералов в осадках, которые могут рассказать нам о климате прошлого. Также в этом году планируется выезд с Республику Башкортостан на озеро Кандрыкуль. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!